Более двух десятков лет отделяет нас от того дня, когда здесь же, в тогда еще деревушке Рясна, прошли первое официальное соревнование. Минуло четверть века, однако тот дух и те навыки, которые получали, обучаясь в секции мальчишки и девчонки, остались по-прежнему мощными. Накануне в агрогородок Рясна прибыли лучшие спортсмены-каратисты со всей страны. Итоговым финальным выступлением предшествовал серьезный отбор, который прошел в минувшую субботу в городе над Бугом. Из 145 претендентов на лидерство были отобраны лучшие. Подобное соревнование – отличный повод проверить свои силы, определить собственный уровень подготовки, а также получить опыт участия в состязаниях республиканского уровня. Мы всегда развиваем в нашей организации не стремление быть первым, а стремление побеждать себя, свои слабости. И эти соревнования, как опять же очередной этап подготовки бойца каратэки Кусинкай. Не спортсмена, а бойца. В этом году турнир был посвящен памяти Геннадия Клебанюка. Человека, которому посвящает свои сегодняшние победы Дмитрий Олегнович, руководитель Белорусской Федерации Кюкусинкай Будо Карате. Именно общее дело тренировки породнило двух друзей и вдохновило главного каратиста страны на создание федерации, в которой сегодня культивируется сильный дух и воля к победе над самим собой. Все в совокупе. Сложилось, знаете, как каратэ. У нас вот пять пальцев. Каждый пальчик, он очень слабый. Но если все сжать пальцы, то это большая сила. Так и мы должны быть все всегда вместе, друг друга поддерживать, помогать. И мы добьемся очень большого. Очень хорошая организация. Все замечательно. Спасибо моему ученику Олегновичу Дмитрию Эдуардовичу за такое мероприятие прекрасное. Так как турнир республиканский, а главный приз не только титул чемпиона страны, но и возможность представить Синюоку на международных состязаниях в Москве уже в декабре, борьба шла по-настоящему сильная. Как признаются позднее в интервью победители, бороться за лидерство было сложно. Однако желание не подвести было сильнее. Сила воли. Я приобрел. Характер мой закаляет. Стремление, то, что дается на тренировках, не сдаваться, побеждать себя через свой предел, проходить. Грань свою ломать. Праздник спорта стал ярким мероприятием в жизни агрогородка. Кроме зрелищных боев, огромной и не менее эмоциональной поддержки болельщиков, гостей мероприятия ожидали показательное выступление. Как начинающих каратистов, так и настоящих профессионалов-тренеров, обладателей черных и коричневых поясов, которые продемонстрировали комплекс боевой подготовки.